Всем привет-привет! Думаю, сейчас выйду с крылечка, как вам сниму свои просторы. А у меня тут автопарк. Иду с вами вместе открывать своих питомцев. Да, питомцев. А как же, солнышко только встает. Раннее утро. Думаю, погода хорошая. Сейчас, правда, засвечено будет. Вот, первых, открываю маранов. Так прям как по ходу пьесы иду. Марахи. Марахи, марахи. Сейчас таким табуном понесутся. Марахи, привет. Оп, пошли. И вот, смотри, выходит и куда-то туда вперед. Бегут прям, бегут, бегут, бегут. Потом у себя уже возвращаются. Да, вот. Вот, что я говорю, вон они, вон туда, вот туда, вот туда убегают. А там дробилка. Вот там они. Сейчас начнут. Здесь тоже зернышки пока есть. Пойду дальше открою, а то там гуси надрываются уже. Петя. Петя. Вот хорош петушар. Смотрите. Смотрите, какой экстерьер хоть на выставку. Пойдешь на выставку? Нет. Слышали? Я говорю, на выставку. Он возмутился. Не пойдешь на выставку? Нет. Прям огнем горит. Ты мой хороший. А носится, носится. Не поймут, куда им, к умным или красивым. Так, идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Дальше не пугайтесь. У меня тут, видите, ремзона, фляги, прицепы, камазы, опилки. Пойдем к мужу зайдем. Он там поросят чистит. Ой, ребят, с поросятами. Это вообще что-то с чем-то, кстати. Давайте расскажу. Сдумали мы прикупить племенного со свинокомплекса. А, здесь, наверное, мы не пройдем. Вот они где все. Видите, в тазу с дробленкой сидят. Ну, ничего. Так. Со свинокомплекса прикупить кабана. Ну, вот кто... Давайте... О, слушайте. Давайте устроим конкурс. Кто отгадает, сколько стоит кабан на свинокомплексе. Ребята, такие цифры. Так, вуаля. Мы с Юсиандры. Ну, кто сказал, что они заморошие и безнадежные? Что мой спаниельчик? Что мой спаниельчик такой? Такой ручной. Такой ручной спаниелька мой. Смотрите. А? Он какой. Холосый. Вот-вот фон у него. Ребят, заметно. Заметно вырос. Заметно. Прям, вы знаете, как будто вот... Вот, знаете, как в рекламе бывает. До и после. Вот сверху, конечно, они все такие немножко это... Так. Что мы там делаем? Молодец. Культурные мальчики. В одну кучку все они делают. А этот пристает. Смотрите, смотрите. Ай. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ну, конечно, они оживились. Конечно, они совсем стали другие. То есть от слова абсолютно другие. Вот этот очень общительный. Ты очень общительный. А там-то... Ой. Ну-ка. Хрюни. Кого ты чешешь-то? Да, всех. Вот этот кабан? Да. А это не кабан? Да. А это не кабан? А это не кабан? Не кабан, не кабан. Ни разу. В этом вольере, наверное, самая крупная свинка, да? Ну, это тетя. Нет, ну, если из девочек. А нет, девочек там есть. А, а это не самый крупный, да? Ну, сколько она уже? Там 65. Не, 60 была, когда приезжал две недели назад, делал это самое, уколы им витамины. Ну, я думаю, больше. Я думаю, больше. Вон она какая длинная, толстая. Длинная и толстая. Тележку будешь есть. Голодненький ты наш. Голодненький. Тележечку он будет есть. Так. Ну что? Ага. Сейчас один сходил. И второй туда же. Вышла я там мешаю, муж убирается. Да, кстати, на днях получим живые бактерии. И будем заселять бактерии. Сейчас все-таки это наверно. Ну, ладно, в общем, вы поняли, да? В опилке заселяются бактерии для того, чтобы каждый день не убираться. Пошли дальше. Ушла я, чтобы не мешаться. Ребят, показываю свой молодняк. Уже были люди, которые интересуются. Вот такие вот есть. Сейчас скользко. Дождик был вчера. Если мы с вами не шлепнемся, то дойдем до цели. Да-да-да, смотрите, какой белый. О, какой хороший. Вот они какие. Красавчики. Так. Как всегда, традиционно на осень. Не видно, да? Сейчас на осень предлагаю семьи москусных уток. Семьи будут смешанные, белые и цветные. Вот так вот купаются. Не заходят на ночь. Не заходят, остается вот здесь ночевать. Часть. Это мой гусек перекошенный. Живет. Ну, что делать? Что делать? Так, пошли дальше открывать. Вот они. Все красавчики мои. Здесь это французы. Это Изабелла. А, ну здесь французы Изабелла. Вон синяя утка. Лявлинки. Под конец сезона перед линькой была коричневая. Сейчас линяет опять в синий цвет. Такая странная. Так, а мы пошли открывать. Там уже петухи у меня черекают. Черекают, на волю просятся. Сейчас мы их откроем. Ой, как же. Как же сыро. Первым делом сейчас побегут на нас утятки. Ой. Утятки. Так. Утятки. По ходам. Так, организованы толпой. Это тоже все на семьи пойдут. Здесь цветные и белые. Вон побежали. Четыре гусенка у меня здесь есть. Вон, ну видно, заметно больше, да? Что ты за мной ходишь? Что тебе к мне надо? Скажи. Ходь за мной, как хвост. Не пойму, что нужно. Не пойму я тебя. Почему ты грязная? Где ты была? А? Так. Пошла петухов открывать. От петухов осталось вот всего. От 40 штук. Быстро-быстро разобрали. Ну, еще есть и забронированные. Ты молодец. Сгорластый. Тошный. Помните, я его называла? Он так остался. Но он забронирован. Вот от 40 штук что у меня осталось. Ну, я отдавала по цене дворняжек. Лишь бы... Все, открываю. Вот она что ждала. Она ждала, что сейчас выйдут утята. И она войдет к ним, где они ночуют, комбикорм кушать. ПК-6. Нет, дорогуша, на выход, на выход. Малины стоят. Ждут своей очереди на выход. Пошли, пошли, мои хорошие. Ну, как петух и задрал. Надо найти попонки, которые мне Женя сделала. И одевать попонки на них. Без попонок, конечно, получаются спины немножко неряшливые. Ну, это и понятно. Петух-то тяжелый. Вы чего? Идите. Вон, открыл лаз. Вперед. Давай. Ты одна осталась. Давай. Так. Все, здесь всех. Открыли, пошли дальше. Здесь у меня уточка. С утятами. Вон они. Вон они. Так, ребят. Вы помните? С переломанной лапой. Утка. Я ее вылечила. Я вам обязательно сниму отдельный ролик. Покажу, что мы делали, как мы сделали. На самом деле, мне кажется, такого еще не... Такого еще не делал никто. Кроме коптевой. А, она. Бегает. Не то, что ходит. Почему-то я раньше не знала, что можно это вылечить. Ну ладно, отдельным роликом. Так, здесь молодежь. Это все тоже на семье. Петушки, петушки. Вон они. Вот они, мои петушки. Так, ну у нас еще с вами два помещения. Пошли дальше. Ты опять за мной, как хвостик. Куда ты? А, смотрите, она поняла. Там, где сидят маленькие, там вкусные корма. И она ходит за мной. На одежде туда заскочить. Так. Открываем. Ах, вот она сюда рвалась. Она несется. Белые утки, кстати, начали вторую яйцекладку занеслись. Ну, пошли, 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 пошли. Кеша. Дальше. Опа, опа. Ну. Дальше. Ну. Выходите, нет? Так. Так. Про этих кур не рассказывала, ребят. Ну, собственно, они никакой ценности не представляют для меня. Это Беларусь 9. Кому интересно, в интернете посмотрите, даже рассказывать не буду. Куры хорошие, но это не Хайсекс, не Легорн. Это Беларусь 9. Ну что, кто-нибудь еще выходит? Нет, пока все заняты. Так, ладно, пошли дальше. Пошли дальше. Здесь бролеры. Сейчас мы будем их кормить. И сюда, 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 в это, Марантика, вчера. Небольшую партию пересадила. Все нормально? Все нормально. Сейчас будем кормить. Сейчас, ребятки. Вопрос пяти минут. Сейчас будем кушать. Так. Будем кушать. Закрываем. И открываю горло парок своих. Пошли. Гость. Иди. Ой, ой, ой. Застеснялся он. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Все. Всех открыла. Идюшку-петуха гонять. А это защитило, что ли, его? Да, наверное. Ну, бывает утром у них, конечно, такие-то разборки. На нервной бочке за ночь насидятся. Итак, ребят, мое хозяйство находится недалеко от Москвы. 100 километров. Ну, даже меньше, там, 90. Юго-западное направление в сторону Калуги. Калужское и Киевское шоссе. Если кого-то интересует племенная птица, молодые семьи мускусных уток, телефон я оставлю под видео. Можно записаться. Уже на сегодняшний день есть что забрать. На сегодняшний день. Так, или же уже потом дальше. Как подрастут вот эти все, кого я вам показала, тоже будем формировать. Значит, семьи будут смешанные-смешанные. Вот на это обратите внимание. Не будет чисто цветных, не будет чисто белых. Значит, будут и белые французы тяжелые, и мои французы цветные. Вот где у меня Кеша? Где мой Кеша? Кеша ушел. Ну, вот, допустим, середин лежит. Вот, видите, он еще даже в перо не оделся. То есть, ну, ему где-то два с половиной месяца. Он уже как корабль. Ну-ка, давайте я его лечу. Все, все утки, все утки у меня тяжелые. Все. Легких уток у меня в хозяйстве нет. Все линии тяжелые. Ты опять с самими камушками. Только попробуй меня клюнь. Вот лежит селезень тоже. Видите, какие они? В общем, селезни разные. И такие. Это Кешкина линия. Черно-белый мой. Селезень, кстати, вот все, кто брал вот таких утят. Это было и прошлый год, и позапрошлый год. Аж Кеша уже полных три года. Четвертый год пошел. Прекрасно кроет, кстати, работает со 100% оплодом. Все, кто брал вот таких утят, до сих пор пишут. Спасибо, спасибо. В общем, очень хороший результат по весу. А вот этот вот ободранный, вы видите? Это молодой парень. Это француз. Но он очень сильно дерется с Кешей. Хоть этот молодой, а Кешка уже к пенсии приближается. Кешка ему все равно люлей дает. То есть еще Кеша не отступает. Прям даже не знаю, может еще его на сезон оставить. О, а вот он пошел. Понимаете, он его пошел догонять. Это он его пошел сейчас догонит. И еще ему там это расскажет, кто в доме главный. Вот так вот. Он, 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 видите, приближает. Сейчас точно будет потасовка. Так что Кеша бесит. Во-первых, Кеша ночует вот в этом курятнике. С уточками. А белый ночует в индюшатнике. И когда Кеша утром выходит, видит, что белый вышел из помещения, где тоже были самки, Кешу это нервирует. И он его за это хочет наказать. Он вообще хочет, чтобы его здесь не было. Ни в каком помещении, ни с какими утками. Вот такой вот доминирующий самец. Ну, вон, вот, вот, гонит, гонит его туда дальше, дальше, дальше. Видите, вон они идут по бережку. Вдали уже. Вон они. О, стоят два. Так, этот развернулся белый. Кеша сейчас за ним. Ну, все это, знаете, так, на уровне... Не то, что драки прям такой. Да что вы за петухом. Вот петуха даже индюшки не любит. И я его не люблю. Не, я его люблю, но я не люблю, что он у меня кусает, это, клюет. Вот они его гоняют. Молодцы девочки. А то уж больно он в себя поверил. Так. Побежали, побежали. Видите, с утра какая беготня, а? Что? Немец, перец, огурец. Индюха тебя погонять решила? Правильно сделала? Приятно, когда тебя клюют? Как ты за мной бегаешь? Чтоб только клюнуть. Не, сейчас перестал. Я его пару раз приложила. Ведро. Пустым, естественно. Так, ну и что? И там дальше у меня еще теплица. Там дальше теплица. Вчера видео, откуда снимала, там у меня тоже сидят утята. Ну, возможно, они уедут, не останутся. Вот. Там, значит, утята у меня и... Что у меня там? А, индюшата. Вот такое у нас утро хорошее. Настроение прекрасное. Вам всем тоже желаю прекрасного настроения на целый день. А насчет утчек подумайте. Телефон будет под видео. Все. Все вам доброго. До новых встреч.